Настоящий путь настоящего ведьмака это вечно скитаться по большаку от деревни к деревне в поисках какого-нибудь заказа, дабы оплатить миску риса и кошка жену в тёплой постели таверны на ночь. Заказы эти бывают разные. Чаще всего это убийства монстров о разной степени сложности, иногда ведьмаков принимают за обычных разбойников или даже наёмных убийц и дают заказ на человека. И не каждый ведьмак от такой работы отказывается, а иногда это расследование, загадки, изгнание или даже снятие проклятий. Однако кое-что среди всего этого разнообразия заказов остаётся неизменным. Когда-нибудь один из таких заказов окажется для ведьмака последним. И уже не важно, принесёт ли гибель ведьмаку ужасный монстр из глубокой тёмной страшной пещеры, подстроенная засада охотников за головами или же кучка кметов с вилами, зажавшими пару медных монеток в оплату заказа или заподозривших омерзительного мутанта в небогоугодных делах. Почти каждый ведьмак оканчивает свой путь не своей смертью, не в постели и не от старости. Интересно, если бы не магия сохранения загрузки, то какой бы заказ для вашего ведьмака стал последним? Однако Геральт ведьмак, конечно же, у нас особенный. Спит с королями, дружит с бардами, выполняет заказы для чародеек. Иногда наоборот, но это не так важно. Белому волку удалось исполнить предназначение. Пройти через все трудности, избежать неминуемой гибели и выполнить свой последний заказ на уничтожение, казалось бы, бессмертной твари. Вот он, счастливый конец. Винодельня, вино и бард под боком. Но разработчики CD Projekt Red, хитро сочурив глаза, через 7 лет после релиза игры, вместо потерянного дополнения пески Афира и ожидаемого многими объединения вселенных Ведьмака и Ассасина, тут передаю привет чатику из моего телеграм-канала, выпустили Next Gen обновление, а вместе с тем и совершенно новый квест, который вновь подвергнет нашего ведьмака опасности. Сегодня я вам расскажу всё про этот квест, все его секреты, пасхалки, отсылки и скрытый посыл, последнего добавленного в игру квеста в пылу вечного огня. Но для начала. Планируете пополнить счёт в Steam или прикупить себе горячую новинку, но официальные сервисы не принимают оплату из России? А всё просто. Заходите на нашу любимую игровую торговую площадку Case for Gamers, где множество продавцов продадут вам всё, что пожелаете. Игровые ключи на множество игровых платформ от Steam и Epic до Battle.net, консольные игры на Nintendo, PlayStation и Xbox, различную игровую валюту и поинты для онлайн-игр. Конечно же можно просто пополнить баланс Steam и распоряжаться им на своё усмотрение, а также приобрести какой-нибудь официальный софт. Как я и сказал, всё, что можно только пожелать. Но главное, это методы оплаты, действующие с территории России и Беларуси, даже банковской картой мира, через киви или криптой. А чтобы покупки были ещё выгоднее, даю эксклюзивный промокод EVOISEREBUS и скидку 10% на любой товар. Ссылочка, конечно же, в описании. Итак. В Тени Вечного Огня это второстепенный квест в игре Ведьмак 3 Дегая Хота, который появился только в обновлении следующего поколения в патче 4.0. Если же у вас не обновлённый Ведьмак, то квеста этого вы не увидите. Задание само по себе расскажет подробную историю ранее закрытой локации Дьяволова Яма, которая после обновления получила новое название Чёртова Яма, а также познакомит с молодым Дьяконом Вечного Огня и очень старым представителем Школы Волка. При этом неважно, опытный у вас Ведьмак или молодой, только что гладковыбритый Геральт. Но как только вы попадёте в локацию Велен и, путешествуя по нему, приблизитесь к Чёртовой Яме, то услышите причитающего жреца, который просит Вечный Огонь не спослать ему помощь. Вечный Огонь, конечно, тот ещё шутник, ведь вместо помощи появился Геральт. Такой мрачный, бледный, окровавленный после последнего заказа Ведьмак, вооружённый до зубов, может быть даже с парочкой зубов недавно убитого монстра на экипировке, не очень-то он похож на посланника в ответ на мольбы. Так что неудивительно, что юный жрец испугался и ещё сильнее попытался просить помощи у Вечного Огня. Благо, язык у Геральта развит хорошо. Наверное, спасибо Йеннифер за это. Жреца удалось успокоить, объяснив, что Ведьмак, молящего о помощи жреца, не обидит. Особенно, если тот сулит ему небольшую прибыль. Так что мы узнаём от мальчонки, что он два месяца как диакон, который только-только закончил семинарию и с горящими глазами отправился исполнять волю Огня на свою первую миссию. Что за задание, я так и не понял. Вроде как диакона послали договориться с дезертирами, чтобы те просто так взяли и покинули чёртову яму. Но, конечно же, что-то пошло не так, всех сопровождающих перебили, а сам диакон еле-еле унёс свои ноги. И потому нас, как Ведьмака, ведь диакон узрел наши жёлтые кошачьи глазки, он просит зачистить чёртову яму от дезертиров, которые захватили шахту и вот-вот вскроют ворота, таяющие за собой ужасное многовековое зло. А многовековое зло это больные неизлечимой чумой, которых отправили в эти шахты для уединения и недопущения распространения заразы. Такой вот своеобразный курорт с холодными сырыми шахтами, ну или, как сказал Геральт, умиральня. Однако иных способов бороться с красной смертью, так называли чуму, тогда не существовало. Да и болезнь распространялась со скоростью лесного пожара, поэтому больных сажали на карантин и обеспечивали достойные последние дни жизни. Как минимум, так это рассказали диакону. Однако, помимо ужасного мора, в глубине шахты, в соляной пещере живёт некто, ну или нечто. Некий дух, который разносит заразу и шепчет по ночам. Что-то с ним вроде как уже пытались сделать, но не получилось. Детали пока неизвестны, но известно, что шахту для недопущения распространения запечатали. Так что вот никак нельзя выпускать из пещеры никого и ничего, ведь на поверхности и так бушует Катриона. А тут ещё одна чума, да и какой-то ужасный морок в придачу. Интересно, что красная смерть, это как бы и есть Катриона, точнее её второе наименование. Однако Катриону занесла в Неверленд Цири, ближе к 1300 году, тогда как красная смерть бушевала за 300 лет до этого. В общем, отпускает Геральт свою платвичку, пастись на лугах Вилина и самолично избивать утопцев, достаёт свой верный стальной дрын и зачищает лагерь от нескольких не очень опасных дезертиров. Кстати, можно убить дезертиров ещё до встречи с Дьяконом, и это откроет небольшой дополнительный диалог о том, что дезертиры, а то и кто похуже, всегда могут вернуться, и так просто это лучше не оставлять. Так что квест в любом случае придётся брать и выполнять. Интересен тот факт, что первоначальное задание Геральта, это по сути просто убийство людей, и он как бы без каких-либо проблем на него соглашается. Мда, Белый Волк уже не торт, хотя никаких проблем с упокоением дезертиров не возникает, конечно же. Дальше самое интересное. Мы, наконец, входим в шахту. Лично мне локация показалась очень атмосферной и иммерсивной. Окружение, записки, звуковое сопровождение, атрибуты, непонятные духи, останки больных, следы ногтей на стенах, голоса и видения. Всё это рассказывает ужасную историю шахты, как людей, которые и так, будучи больными, неизлечимым мором, заперли в штольнях, мучили, подвергали пыткам. Первое впечатление, когда ты ещё не знаешь, чего ждать. Пробираешься с факелом в руках, ожидая духа, демона или монстра за каждым углом. Но везде находишь скелеты, останки людей, запертые камеры, орудия пыток. Это, конечно же, очень атмосферно и очень круто. Представьте, что Ведьмак был бы игрой не с открытым миром или псевдооткрытым миром, а таким, как эти шахты. Это позволило бы разработчикам сконцентрироваться на окружении, погружении и истории. Отчасти я надеюсь, что ремейк первого Ведьмака будет содержать в себе как можно больше подобных моментов, ведь его истории очень располагают к подобному повествованию, да и сюжет также завязан на служителях Вечному огню. Но об этом как-нибудь в другой раз, ведь мы отвлеклись. В шахте Геральт находит несколько писем, которые оставляет Ведьмак Рейнольд, взявший заказ на уничтожение местного монстра, а также Геральт слышит голос, который довольно искренне взывает о помощи. Продвигаясь дальше, мы встречаем как знаки старой школы Волка, так и слышим комментарий голоса, и в конце приходим к первой развилке в этом квесте. Голос хочет, чтобы мы пошли в одну сторону, а знаки нам намекают на то, что нужно идти в другую. Если следовать голосу, то мы игнорируем большую часть контента и сразу идем к Рейнольду. Но в целом на итоговые выборы это практически никак не влияет. То есть квест все еще можно будет завершить на все концовки. Просто пропустим вторую развилку. Дух над нами немного посмеется, ну и практически сразу будет битва. Но если пойти длинным путем, исследовать за знаками, то мы найдем еще больше информации о том, что происходило в штольнях, о зверствах жрецов Вечного огня и нечеловеческом обращении с больными, а также некоторыми исключениями. Нам даже придется сразиться с несколькими изуродованными созданиями, жертвами чумы, чей дух вероятно прикован к этому месту и воплощается присутствием Мора. А также мы найдем еще больше записок Рейнольда. Из них мы узнаем про Мор, про то, что Ведьмака заперли внутри штольней жрецы, подозревая, что в него вселился этот самый Мор, о том, что Рейнольду действительно поплохело, и рецепт волшебного эликсира, который поможет нам в битве с Мором. После чего мы сворачиваем на второй путь и встаем перед воротами, ведущими в соляную пещеру, где из записки мы узнаем, что Рейнольд, поняв, что одержим, решился сдержать злого духа ценой собственной свободы в этих естественных пещерах. И как мы сами видим, даже его тело сдерживается соляными сталагмитами, ну или сталактитами, вечно их путаю. Кстати, забыл упомянуть, что в эту локацию действительно лучше приходить попозже, когда у вас на руках уже будет светильник Кейры Мец, и можно будет подсвечивать неупокоенные души зараженных и еще больше погружаться в эту мрачную историю, узнавая от них некоторые подробности. В любом случае, бьем Ардом, освобождаем хорошо сохранившегося Рейнольда, и тот тут же пытается выпросить у нас эликсир, если мы, конечно, его изготовили. Выбрать, дать или не дать, лично у меня никогда не стоял, но Геральд немного мешкается. Если попытаться отдать, то настоящий Рейнольд из последних сил выбивает эликсир из рук волка со словами, что сейчас говорит не он, а Мор, и просит закончить начатое им. Если же не отдавать, Геральд ведь не дурак, и не поверит, что с ним общается тот самый трехсотлетний ведьмак, то Рейнольд, все так же собрав всю волю в кулак, требует выпить этот эликсир, дабы иметь преимущество в бою с ним и Мором в нем. Кстати, очень интересный момент. Если собрать все пять писем Рейнольда, то в разговоре с Мором добавляется новый диалог, где Геральд может рассказать ему о найденных письмах к его другу, якобы Ламберту. Мор такой, конечно, да, конечно, но друга-то звали Осмонд, лох, а не Мор. Повелся на такой разводняк. В общем, как вы поняли, Рейнольд за то, чтобы прибухнуть, и весь выбор сводится к тому, пьете вы этот эликсир или нет. А если пьете, то получите нехилый буст, необходимых для боя с Мором знаков. Вот, в принципе, и все. Это результат вашего выбора. Далее идет сражение, где, скрещивая лучи Аарта и Ирдена, мы таки изгоняем дух Мора из тела престарелого ведьмака, а там уже самым обычным методом внутрительного применения серебряного клинка уничтожаем этого самого монстра. Битва, хоть и не самая интересная, но все-таки необычная. Две стадии, необходимость скрещивать знаки, которых ранее не было, и возможность получить первую концовку с уникальной анимацией смерти. Классно, правда? Кстати, есть один интересный момент в битве с Мором. Если перед этим квестом пройти задание в коломницах на плохую концовку, то есть избежать смертельного поцелуя и выпустить деву с острова, то Мор по ходу битвы будет стебать этим Геральта. Типа, я уже не первый, кого ты выпустишь в этот мир и все такое. И интересно, как он узнал? В любом случае, схожесть этих Мора в желании покинуть свою клетку прослеживается очень четко, и этого явно нельзя допускать. Но наш Геральт не лыком шит, монстр выпиливает, и разговор уже с теперь настоящим Рейнольдом держит. От него мы узнаем, что он ведьмак из школы волка, как и Геральт. Что они сами себе делают, а точнее уже делали амулеты, что звучит на самом деле как бред, и что он сам лично изготовил очешуительные новые доспехи волка, которые во всем лучше стандартных. Мы таких обычно называем брехунами. Весемир, кстати, с нами согласен, но важно тут другое. Сейчас Рейнольд очень раздраженный, неупокоенный, трехсотлетний дух, чья душа терзалась последние три столетия и требует упокоения. Посему белому волку нужно убедиться, что Рейнольд уйдет с миром, а иначе он станет тем, на кого ведьмаки обычно и охотятся. Рейнольд говорит, что для обретения покоя ему остается только одно дело, требующее помощи ведьмака. Он просит белого волка привезти к нему того самого диакона, который ранее дал заказ ему на духа. Ну и тут нас ждет последний, итоговый, финальный третий выбор, который ведет к трем различным концовкам. Вариант простой. Не рисковать, не приводить диакона в пещеру, не триггерить Рейнольда, а просто сжечь его останки. Забытый ведьмак, конечно, будет не очень доволен таким результатом, но в целом уже как бы пофиг. Выходим из пещеры, докладываем о проделанной работе и о зверствах, что творила церковь, но диакон, конечно же, списывает это все на помутнение рассудка Геральта после времени, проведенного в столь ужасном и травмирующем месте, наполненным ужасом и затхлым воздухом. Ну а что, я бы так же поступил. Если через несколько дней посетить чертову яму еще раз, то мы увидим тут много новых людей и диакона, который только и делает, что спит, ест, пьет и срет. Личинка нового жреца огня вылупилась, не хватает только комментариев про мутанта и отродья при виде ведьмака. Вариант поинтереснее. Мы притаскиваем диакона на суд ведьмачий, обвиняем его во всех грехах культа вечного огня, тыкаем носом в ужасы, что тут творились, и не верим ни единому слову жреца. Ну а на слова, что тот напуган, что его обманули и что он все исправит, Рейнольд окончательно выбешивается и с разбега вселяется в испуганного и молящегося диакона. Тем самым, конечно же, убивая его. Геральт пожал на это плечами, сжег в конце концов оба тела, чтобы улик было поменьше, да свалил подальше от этого проклятого места. Зато не вмешался. Почти что. Если через несколько дней прийти в эту чертову яму, то можно увидеть, как оставшиеся неубранные трупы привлекли на пиршество трупоедов. Убить их, конечно, можно, но на их место все равно придут новые. Увы, теперь это место гиблое. Вариант последний, наверное, самый правильный. Мы также зовем диакона в соляную пещеру переговоров, по пути показывая устраиваемые культом Вечного Огня зверства и тем самым меняем мировоззрение юного диакона. В разговоре с Рейнольдом поддерживаем всяческие жреца, рассказываем о том, что среди жрецов есть и хорошие, те, кто остался ухаживать за больными, когда шахты закрыли, что этот юнец не имеет ничего общего с теми, кто обрек на смерть ведьмака и что он пример истинного жреца, который в ведьмаке видит не мутанта, а человека. Дьякон поддакивает и такой, да вы мастер Рейнольд герой, я вашу честь тут открою лечебницу и назову вашим именем. В общем, старый ведьмак расслабил свои сжатые три сотни лет булки и со словами, что ему стыдно за ненависть к такой сладкой булочке исчезает. Ну и жрец, получается, сдержал свое слово. Чертова яма обрела вторую жизнь, открылся трактир, где можно выпить и поиграть в гвинт, народ обрел себе новое место для жизни, ну а сам Дьякон наставляет их на истинно-истинный путь. Леопата одним словом. Еще собачку Генри Кавилла по прозвищу Кал можно найти. Жаль, погладить ее нельзя как платву, сразу бы пару баллов обнове накинуть можно было бы. Ну а теперь последняя, пятая концовка. Якобы концовка. Точнее, лично у меня ее получить не получилось ни разу. Но в сети давно гуляет слух, что Дьякона еще до принятия заказа можно как-то спровоцировать на драку. Все, что я нашел у запоминания этого варианта, это про необходимость завершить квест Погребальные костры. И тогда в разговоре с Дьяконом у Геральта появится новый диалог. Менее или более жесткий относительно того, какую концовку мы выбрали. Взять деньги или же убить жреца. Но вот вывести из себя Дьякона, чтобы тот начал драться, у меня никак не получилось. Поделитесь в комментариях, может у вас чего интересного удалось достичь. Звучит-то на самом деле ведь логично. Убиваем Дьякона, получаем с него ключ от штольни и задания. Сами изучаем нужную нам локацию и в разговоре уже с ожившим Рейнольдом говорим, что отомстили за него Дьякона. Такой вариант развития событий практически не мешает повествованию, дает нам все тот же сюжет, но немного с иной стороны, эдакого злого прохождения. Так что я не удивлюсь, если все-таки такая пятая концовка существует, просто мы не нашли ее способ еще активировать. В любом случае, квест мне понравился. Озвучка, атмосфера, немного информации о культе вечного огня и много скрытых диалогов, немного пасхалок и разветвленная система концовок, прямо как в кровь и вино. Не идеальный, но в принципе интересный босс. А самое главное, какая-то странная информация, вроде как о какой-то забытой школе волка. Я думаю, всем и каждому на этом канале очевидно, что квест был добавлен сугубо для обоснования появления нового ведьмачьего снаряжения школы волка, которое внешне повторяет снаряжение Геральта из первого и второго сезона сериала от Netflix. Но если, зная это, проходить квест внимательно, то становится также очевидно, что красные не очень рады были такому сотрудничеству и оставили опытным ведьмакам несколько подсказок, которые выбиваются из общего лора вселенной и намекают на то, что весь этот квест брехне. Рейнольд, ведьмак школы волка, был заперт в этой пещере более 300 лет. Однако 300 лет назад школы волка еще даже не существовало. Тогда был единый орден ведьмаков, причем даже не на стадии разрушения и растлоения. Это не ошибка на 10-20 лет. Появление школы волка и Рейнольда разделяют целые столетия. Добавьте к этому самодельный амулет, непонятную улучшенную броню, которую смешал с грязью весь мир и в целом странное поведение Рейнольда и Осмонда. И становится очевидно, что это не просто ошибка, а целенаправленная череда нюансов, говорящие настоящее отношение красных к сериалу от Netflix и в целом сериальной вселенной ведьмака. Жирную точку в этом скрытом послании говорит нам название болезни, из-за которой начались все эти события. Красная смерть. Название и название, казалось бы, но как я уже говорил ранее, Красная смерть это второе название Катриона. И 300 лет назад ничего подобного не существовало. Ни чумы, ни этого названия. Тогда как настоящая Красная смерть Катриона была принесена из иного мира на много лет позже. Но скажите мне, что еще бывает красным и приносит смерть множеству франшиз? Одно-два-три совпадения это случайность и СПГС. Но когда разработчики сознательно разрушают свой же лор, оставляя знатокам такие вот пасхалочки, то скрытый посыл квестов Полуовечного Огня становится очевидным. Этот квест не имеет никакого отношения к игровому или конечно же к книжному ведьмаку, а сами разработчики явно небольшие фанаты сериальной вселенной от Нетфликс. Хотя бы за это спасибо. Ну или я все-таки пытаюсь найти и объяснить то, чего на самом деле нет. А все эти несостыковки это просто прогнившая контора красных, которая давно и надолго положила болт на контроль качества и собственные же продукты. Тогда стоит сильно-пресильно опасаться нового Ведьмака и конечно же ремейка первого. В какую реальность верить, это уже ваш личный выбор. В любом случае квест получился отличным и он хорошо показывает, что красные все еще могут. Могут как в хорошие атмосферные квесты, детальную их проработку, смотрите сколько всяких опционных моментов было. И дезертиров раньше убить, и записки все собрать, и светильник кейры, и квесты с коломницей и жрецом. А также они могут в некоторые пасхалочки, например, на Нетфликс, если я, конечно же, прав. Но вот вам кое-что напоследок. Бытует поверье, что в самых темных глубинах пещер обитают наиболее жуткие чудовища континента. Их не победить, от них не спрячешься, остается только закрыть все выходы из подземного лабиринта в надежде, что эти существа никогда не вырвутся на свободу. Это начало описания Красного Мора, а в конце приписка. Хорошо, что этот монстр оказался не столь силен, и опытный ведьмак смог его победить. Значит, там, под землей, в глубоких пещерах еще что-то есть, и это что-то лучше не выпускать. Как минимум, до четвертого ведьмака. Вот. Не знаю, как привлечь вас в свою телегу, так что просто скажу подписывайтесь. Там анонс роликов и стримов, новости по ведьмаку и другим играм, мое мнение на разные темы, ну и так далее. У меня также была еще парочка видео на тему этого квеста, билд на новые доспехи и разбор каноничности древней школы волка и конкретно Рейнольда. Там еще много интересных деталей, так что если интересно, посмотрите. Если хотите поддержать, то можете подписаться на Бусти, там ролики выходят раньше Ютуба и без рекламы. Кстати, спасибо всем, кто недавно подписался. Или прямым донатом еще можно меня поддержать через Donation Alerts с приятным или не очень приятным сообщением. Можно даже немного поругать, если есть за что, но пожалуйста конструктивно, ведь все эти сообщения я не могу не пропустить. Можно еще подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, поставить лайк и написать комментарий под видео, чтобы помочь в его продвижении, а также перейти по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Мне это тоже очень поможет. Ну а на этом все, увидимся в следующем видео. Меня зовут Эвось Ребус, это просто канал об играх и на этом пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова